В год-столетие Чувашской автономии населенные пункты республики получили по 100 тысяч рублей. Деньги уйдут на благоустройство и развитие. На что именно решают сами жители районов. О том, как собираются распорядиться средствами жители Октябрьского сельского поселения Марпасадского района в нашем сюжете. Октябрьское сельское поселение состоит из семи населенных пунктов, где проживают почти 1800 жителей. Большинство своих голосов они отдали за то, чтобы в их деревнях появились детские и спортивные площадки. А в селе Октябрьское крыша над сценой для проведения праздничных мероприятий. И это только часть проектов, которые поддержали жители района. Между Хараньялами и передней багажей речка Аниш. Вот они там захотели сделать мосты. Два моста там будет построено. Затем в деревне из Сирикасы будет уличное освещение проведено. Там не до конца 150 метров не хватило. Три столба поставим и также 150 метров сип провода протянем. Установка памятников, оснащение домов культуры, изготовление печатной продукции. В республике на проекты по благоустройству и развитию предусмотрено около 300 миллионов рублей. Между муниципальными районами и городскими округами средства распределяются двумя способами. Сельским поселениям по 100 тысяч на каждый населенный пункт. Малым городам и городским поселениям, исходя из численности населения. В результате проведенного голосования отобрано 1873 проекта. Из них 1712 проектов на территории сельских поселений, 161 проект в городских поселениях, малых городах и городских округах. Если говорить о направлениях, то по созданию детских площадок отобрано 575 проектов, их наибольшее количество. Благоустройство населенных пунктов 400 проектов, установка из целых 363, организация освещения 163 проектов. Выбранные проекты должны поступить на рассмотрение в Минсельхоз Чувашии до 11 июля. Проект постановления распределения средств между муниципалитетами будет сформирован к середине месяца. Ольга Алексеева, Татьяна Иванова, Юрий Марков, Андрей Шоклев, Республика.